Следующий вопрос, который мы с вами зададимся, называется «Что нужно делать?». Для начала мы с вами заглянем в книгу «Деяния» 5 главу 38 и 39 стих. В этой главе мы с вами читаем рассказ о том, как фарисеи и суддуки вторично арестовали апостолов за проповедь Евангелия и опять представили их на суд Синедрион. И после того, как апостол Петр опять отказался послушаться старейшины иудейских и перестать проповедовать то, что он видел и слышал, мы читаем, что судьи разрывались от гнева и умышляли умертвить апостолов. 33 стих. И в этот момент встает из среды Синедрионов, фарисей, очень известный, уважаемый народом законоучитель, которого звали Гамелеил. И он говорит следующее. Сылаясь на историю Израиля недавнюю, на тех вождей ложных, на лже-мессии, которые появлялись в предыдущие годы, он показал, что все мессианские движения быстро разваливались со смертью вождей. То есть один появился, умер, его последователи рассеялись. Другой появился, умер, его последователи тоже рассеялись. И он говорит, говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, что вам не оказаться и Богопротивником. Сегодня, к сожалению, очень многие христиане говорят, что вот именно эта фраза Гамелеила является руководством христианскому действию. То есть наимиславе, давайте точно так же относиться к культам вокруг нас. Давайте не будем ничего резкого предпринимать. Потому что если это все дело от Бога, мы можем оказаться Богопротивником. А если не от Бога, тогда мы ничего не сможем сделать. Если это не от Бога, оно само как-нибудь рассосет и само как-нибудь развалится. Однако здесь есть несколько проблем, которые вам необходимо иметь в виду. Во-первых, Гамелеил не был христианским учителем. По крайней мере, когда он так говорил. Все, что он говорит здесь, это мудрость иудея. Человека, который не знает, что ему делать со Христом, с тем учением, которое он сейчас видит. Единственный мотив, который побуждает его говорить эти слова, это страх. Он не знает, что ему делать с проповедью о Христе. И поэтому он на самом деле боится, как бы ему не оказаться Богопротивником. Мы с вами находимся в совершенно другом положении. Мы с вами верим во Христа и мы знаем, где находится истина. И Писание призывает нас подвязаться за эту веру, раз навсегда преданную святым. Защищать ее это не вопрос нашего выбора. Это наша обязанность, которой Господь нас призвал. Защищать ее своими словами, своей жизнью и своей смертью, если понадобится. Но есть и другой момент. Дело в том, что принцип Гамелеила на самом деле просто не работает. Он не действует. Потому что все те ереси, которые появлялись на протяжении истории христианства, они по большей части сегодня живы и здравствуют. И даже те ереси, которые однажды, казалось, были побеждены уже, раз навсегда они сегодня вновь изрождаются. Вспомните ересь Ария, которую победили, казалось бы, на Никейском соборе в 325 году. Она сегодня вполне жива под видом святеля Иеговы и еще одного культа под названием Кристо Дельфиане. Несколько лет назад я в Петербурге встретил живого манихея. Кто теперь помнит, кто такие манихеи? Эти люди есть, они живут. Возможно, то, во что они верят, это совершенно новая выдумка, но они искренне полагают себя потомками тех людей, с которыми когда-то сталкивалась первая церковь. К сожалению, ереси никуда не уходят, они продолжают жить. И если они на время умирают, они снова возрождаются. Посмотрите на мормонов. Эта церковь появилась в 1830 году. Им идет 179 лет от роду. Они до сих пор вполне живы и вполне здравствуют. Совсем недавно они избрали себе нового пророка. Если все пойдет дальше, у них пойдет еще один, еще один, еще один и еще один. И никогда не кончится. Потому что они вполне уютно себя чувствуют там, где они находятся. Посмотрите на свидетелей Иегова. Людей, которые не один раз предсказывали конец света. И каждый раз, когда их предсказание проваливалось, от них тысячи людей в разочарование уходили. И тем не менее, эта организация существует сегодня. И сегодня в ней больше людей, чем когда бы то ни было в прошлом. И сегодня она более влиятельна, чем каких-нибудь 20-30 лет назад. Культы, к сожалению, сами собой не рассасываются. Это как раковая опухоль. Мы не можем надеяться, что мы поспим ночь, выспимся как следует, примем таблетку аспирина и на завтра у нас ее больше не будет. Раковая опухоль сама собой не приходит, не проходит. Ее нужно лечить или вырезать, удалять. Это единственный способ с ней справиться. И на самом деле Павел так и говорит. Он говорит о том, что слово этих людей, лжеучителей, оно как рак будет распространяться. Это и происходит. И мало того, что сама опухоль растет, еще и метастазы идут по всем остальным органам. И мы сегодня видим, что и внутри христианской церкви зачастую учения лжеучителей можно найти. Да, потому что люди, к сожалению, читают самые разные книжки. Они смотрят самые разные фильмы. И иногда люди, которые выращены в христианской церкви, невольно или невольно набираются самой разной гадости, просто потому, что не живут в нашем мире, в котором все уже привыкли верить абсолютно нехристианские вещи. Да, и сегодня многие вещи, которые казались чудовищными и недопустимыми людям, жившим там 20 или 30 лет назад, для многих христиан воспринимаются как совершенно нормальные, само собой разумеющиеся и очевидные. И в лучшем случае христиане просто к этому терпеливо относятся, спокойно говорят, ну есть и есть, что с этим делать. А в худшем случае христиане сами этим занимаются, не понимая, что на самом деле это абсолютно мирские, нехристианские, иногда и совершенно антихристианские вещи. Такая вот печальная картина. К сожалению, принцип Гомолила не работает. Да, действительно, Господь однажды осудит, накажет тех людей, которые не последовали за Ним, которые отказались услышать истину. Мы читаем об этом в 2-м послании Фессалоникийцам, 2-й главе, 11-й, 12-й стих. 2-й Фессалоникийцам, 2-я глава, 11-й, 12-й стих. Мы читаем, «И за это пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истину, возлюбившие неправду». Да, это на самом деле так. Но нам с вами нужно помнить, что выносить приговор не наша задача, не наша ответственность. Господь будет судить этих людей. Наша задача не быть обвинителями, наша задача проповедовать Евангелие. Есть и слово, которое способно спасти людей. В этом мире уже есть один обвинитель, это сатана. Нам не нужно выполнять за него его работу. Задача христиан в этом мире быть защитниками, адвокатами, сторонниками спасения и защитами сторонниками обвинения. Наша задача проповедовать людям Евангелие, чтобы им не пришлось предстать перед Божьим судом. И поэтому в данном случае у нас есть обязательство, обязанность, которую Господь возложил на нас. Проповедовать людям Евангелие и защищать христианскую веру. А дальше Господь действительно разберется со всеми, и каждый получит то, что он заслужил, то, что ему причитается. В чем наша с вами ответственность? Что мы с вами, как верующие, должны делать по этому поводу? Господь говорит о том, что всем христианам, кого Он призывал на служение, Он дал очень особенное, очень конкретное поручение. Апостол Павел, когда он покидал ефесских пресвитеров, после вот этого собрания в городе Милите, на прощание сказал им следующее. Как мы с вами уже читали. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить при врате». Господь поставил служителей для того, чтобы они пасли церковь, которая куплена была самой дорогой ценой в мире, ценой крови Его Сына. «Он нам доверил ту истину, которую мы с вами должны хранить и защищать». Прежде всего, конечно, то, что пишет Павел, относится к пресвитерам и епископам церквей. И в этом отношении пасторы, служители являются как бы первой линией обороны христианской церкви. На них лежит обязанность проповедовать истину и защищать веренное им стадо. Безусловно. И далеко не каждый человек призван быть пастором или диаконом, но каждый из нас на своем месте все равно вынужден какую-то часть их обязанности выполнять. Если вы работаете с детьми, вы отвечаете за духовное здоровье тех детей, с которыми вы служите. Если вы работаете с молодежью, вы являетесь таким попечителем о молодежи. В вашей собственной семье, если вы глава вашей семьи, вы являетесь маленьким пастором у себя на вашем семейном месте. И поэтому каждому из нас в том определенном круге, за который мы с вами несем ответственность, это поручение прилагается. За ту маленькую частичку церкви, к которой мы имеем отношение, мы с вами несем ответственность. Мы заботимся о том, чтобы не потерять то наследие, которое Господь вручил нам и которое было куплено такой дорогой ценой Его крови. Каким образом мы можем выполнить то поручение, которое Господь нам дал? Для этого нам необходимо возрастать в четырех областях нашей христианской жизни. Наверное, список можно было бы сделать гораздо больше, но в данном случае мы поговорим о четырех наиболее важных принципиальных вещах. Прежде всего, мы сами с вами должны бодрствовать или, говоря по-русски, не спать. Не спать. Дело в том, что у человека есть такая очень неприятная особенность. Мы постепенно начинаем привыкать к тем вещам, которые происходят вокруг. И чем больше мы к ним привыкаем, тем меньше у нас возникает желание что-то по этому поводу сделать. И казалось бы, самые страшные вещи, которые в первый раз, когда мы их увидели, испугали нас до глубины души, спустя какое-то время, 10-20 лет, становятся частью обыденной реальностью. Когда мы первый раз увидели фильм про аборт, увидели, насколько это страшно, это на самом деле каждого человека шокировало до глубины души. А потом, спустя 10-20 лет, когда мы читаем статистику, убито столько-то детей, что-то еще. Иногда бывает так, что у нас даже в душе ничего не шевелится, потому что происходит каждый день. Мы, как это не страшно звучит, мы привыкаем к тому, что это постоянно происходит. Да, вот вокруг нас настолько много греха и зла, что наши глаза, они как бы замыливаются. Был такой замечательный христианский певец, в Америке его звали Кейт Грин. У него замечательная жизненная история, о которой тоже было бы интересно поговорить какой-нибудь другой раз. У него была замечательная песня, в которой были такие слова «Весь мир спит во тьме, но церковь не может миру помочь, потому что она сама спит при свете». Удивительная особенность, на самом деле, христианская церковь периодически впадает в некую спячку. И Господь снова и снова будет нас, будет нас иногда применяя очень суровые, очень жесткие методы для того, чтобы мы снова увидели проблему и снова начали что-то по этому поводу делать. Церковь, на самом деле, засыпает периодически совершенно потрясающей регулярностью. Посмотрите на первую церковь. Замечательная церковь, которая во многом является образцом того, что мы называем церковью. Вспомните поручение, которое Господь им дал. «Будьте мне свидетелями в Иудее, Самаре, Глей, до края земли». И мы с вами считаем одну главу, вторую главу, третью главу Писания и видим, что апостолы по-прежнему сидят в Иерусалиме. Они по-прежнему никуда оттуда не уходят. И потом начинается страшное гонение, когда после побиения камнями Стефана, когда после гонения все христиане рассеялись, и мы читаем, апостолы продолжали оставаться в Иерусалиме. И первым благовестником, который на самом деле стал выполнять то поручение, которое Господь дал, кто первым пошел к Самарянам? Это был диакон по имени Филипп. Тот человек, который даже не слышал того поручения, которое Господь им дал. Господь будет свою церковь, и мы снова и снова с потрясающей силой засыпаем. И то самое, что происходило в Гефсиманском саду, когда Господь взял с собой троих учеников, оно снова и снова повторяется в нашей жизни. Помните, да, Господь берет с собой троих учеников и говорит им, побудьте со мной и бодрствуйте, пока я буду молиться. Они засыпают. Да, он их будет. Они снова засыпают. Он опять их будет говорить. Неужели вы не можете какое-то время хотя бы побыть со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Они все равно засыпают. Да, Господь их будет и говорит, все, уже поздно, вот уже приблизились люди, которые пришли, чтобы предать меня. И опять же, мы не знаем, насколько связано то, что произошло в Гефсиманском саду, то, что они заснулись, тем, что случилось спустя несколько часов, когда апостол Петр трижды отрекся от Христа. У нас нет прямой связи между двумя событиями. Всех нет. Но тем не менее, апостол Петр оказался не готов к этому искушению. И то, что Господь ему говорил, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, в его жизни произошло. Он оказался не готов и в нужный момент у него исправила Христа, отрекся от него трижды и потом, выйдя, горько плакал. И поэтому апостол Петр, как никто другой, знал, насколько важно быть готовым. И поэтому именно он, никто другой, пишет людям второе послание Петра и говорит, хотя вы все это знаете, наставлю настоящей истине, я почитаю за необходимость напоминать вам об этом, напоминанием возбуждать ваш чистый смысл, чтобы даже после моей смерти вы помнили об этом, что вы были готовы, что вы могли это сделать. Апостол Петр пишет, именно он опять же пишет, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчету в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. И те слова, которые Господь сказал в Гессиманском саду своим ученикам, они на самом деле очень важны для нас. Что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Нам с вами необходимо быть внимательными к тому, что происходит вокруг нас. Если мы позволим себе заснуть, то в нужный момент мы будем просто не готовы к тем искушениям, испытаниям, которые выпадут нам на долю. Опять же, это не значит, что если мы окажемся не готовы, то это будет конец всему. Конечно, мы рано или поздно раскочегаримся, проснемся, начнем что-то делать, но беда в том, что какие-то жертвы уже будут. Мы уже не смогли в первый момент сделать то, что необходимо. Поэтому очень важно не давать себе заснуть. Вторая вещь, в которой нам необходимо возрастать, называется знать Писание. В 6 главе послания к Ефесянам апостол Павел дает список духовного всеоружия, всеоружия Божия. Если вы помните, там он перечисляет очень много самых разных видов оружия. Он перечисляет шлем, щит, поножи, поручи, нагрудный щит. Это все оборонительное оружие. Это все доспехи, которые защищают нас от нападения со стороны. Но среди всего этого списка есть одна единица оружия, которая является наступательной, не только оборонительной. Это слово Божие, меч духовный, обоюдоострый, доходящий до разделения состава души и духа, составов и мозгов. Господь нам дал единственное оружие, с помощью которого мы можем не только защищаться, но еще и разрушать замысл лукавого. Если солдат выходит на поле битвы с нечищенным оружием, ему заранее можно заказывать гроб и могилу по росту. Потому что человек там не выживет, ему нечем будет защищаться и нападать. Он непонятно, зачем туда пошел. В духовном мире происходит то же самое. Если мы с вами не пользуемся тем оружием, которое Господь нам дал, если мы позволяем, чтобы оно заржавело, если мы не умеем его применять, то это оружие для нас бесполезно. Господь нам дал Слово Божие для того, чтобы мы с вами его использовали. Вспомните, сам Господь использовал Слово Божие для того, чтобы отражать нападки сатаны. Когда сатана искушал его в пустыне, он трижды отвечал ему с помощью Божьего Слова. То оружие, которое имеет абсолютную силу и абсолютную власть. Именно поэтому апостол Павел говорит нам следующее. «Вникай в себя и в учения, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя». Вникай в себя и в учения. Эфесским пресвитером, когда он в городе Милите с ними общался, уходя, он сказал совершенно замечательную фразу. Он сказал, «Я три года день и ночью со слезами учил каждого из вас, не упускал возвещать вам всю болью Божию, теперь ухожу и оставляю вас, братья, Богу и Слову Его, которое может назидать вас еще больше и дать им наследие со всеми освященными». Он говорит, «Я три года вас учил, я не упускал возвещать им ничего, но я оставляю вас со Словом Божиим, который вас еще больше может научить и дать им наследие со всеми освященными». У нас нет в этом мире другого компаса, нет другой карты, нет другого оружия. Универсальный инструмент, который покрывает каждую область нашей жизни, Божье Слово, в нем содержится все, что нам необходимо. Лишимся мы Его, лишимся всего, на чем мы стоим и чем мы дышим. И поэтому очень важно, чтобы оно не просто у нас было, чтобы мы с вами умели им пользоваться. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Третий момент, очень важный. Нам необходимо знать историю. И в данном случае я имею в виду очень простую мысль. Дело в том, что в учениях культов нет ничего нового. Все то, что проповедуют они, уже было когда-то проповедано. Как правило, культы ничего нового не придумывают. Христианская церковь за 2000 лет перемолола и переборолась со всякими лжеучениями, которые только можно себе представить. И за все эти годы христианская церковь нашла совершенно замечательные библейские аргументы против всех них. Эти аргументы есть, они записаны в книгах, которые сегодня, слава Господу, у нас такое время, когда они доступны в библиотеках и в магазинах. Если мы с вами не читаем сочинения тех людей, которые на протяжении столетий боролись с этими лжеучениями, мы лишаем себя очень важного инструмента. Мы заставляем себя на протяжении нашей жизни изобрести те аргументы, которые христианская церковь шлифовала и оттачивала 2000 лет. Мы лишаем себя тех важных вещей, которые Господь церкви уже дал. Если мы с вами не знаем нашу историю, то мы ведем себя как люди, которые считают, что христианская церковь началась с момента, когда мы стали христианами. Ничего подобного. 2000 лет до этого Господь что-то с церковью делал. Он ее куда-то вел, он чему-то ее учил. И если мы с вами позволяем этому наследию пропасть даром, то мы с вами поступаем не очень разумно. На самом деле поразительная вещь. Многие писания, которые мы находим, посвященные опровержению Иереси Ария, писания Афанасия Александрийского, Василия Великого, других великих каппадокийцев, двух григориев, их сегодня можно перепечатывать буквально просто на ксероксе и отдавать современным свидетелям Иегову, потому что с тех пор ничего не изменилось. Можно просто давать им в руки эту литературу, потому что все там уже написано. И более того, многие сочинения тех времен, они гораздо более, я не знаю, весомы, они гораздо более ценны, они гораздо более глубокие, чем те вещи, которые пишут люди сегодня. Может быть потому, что тогда на самом деле их писали люди, которые свою жизнь реально буквально отдавали за то, во что они верят. И действительно, вот эти слова, казалось бы, такие же слова, как мы с вами используем сегодня, они действительно часто имеют совершенно необычайный внутренний смысл, силу, которая за ними стоит. Ничего мистического, это просто вот тот смысл, то сердце, то душу, которую люди вкладывали в эти слова, от которых можно много чему научиться. И поэтому очень важно, чтобы мы с вами учились не только у наших современников, чтобы мы с вами читали не только те книжки, которые лежат на полках, там, не знаю, ближайших к нам, чтобы мы действительно читали и учились на примере тех людей, которые жили до нас. Потому что у христианской церкви есть гигантский опыт в плане противостояния лжиучения, гигантская практика, гигантские знания. Если мы с вами просто позаботимся о том, чтобы их суммировать и аккумулировать, то мы с вами сумеем противостоять любым нападкам, какие бы они ни были. Что, кстати, приводит меня еще к одной мысли, это как бы в скобках такая мысль. Дело в том, что христианской апологетикой не может заниматься один человек. Конечно, заниматься-то он может, просто продукт, выход будет очень слабый. Христианская апологетика, как мы с вами еще будем говорить, это дело всей церкви. Каждый из нас сталкивается со своими конкретными проблемами, вопросами, на которые у нас нет ответа. Мы ищем их, молимся о них. И только объединив наш опыт, только собрав все наши знания в один кулак, в один мощный узел, только тогда мы на самом деле сможем создать для своей веры серьезные и надежные основания. До тех пор, пока мы живем по-одиночке, мы умираем по-одиночке. Очень важно, чтобы весь опыт, все знания, которые Господь нам дает, мы с вами суммировали и собирали вместе. Чтобы мы делились с другими людьми, чтобы они не оставались только у нас, чтобы они переходили от человека к человеку. Чтобы те аргументы, которые мы находили, о них знали другие люди, чтобы они могли их использовать. И поэтому очень важно, чтобы апологетика не оставалась у делом одиночек, отдельных людей. Очень важно, чтобы вся церковь собирала эти знания, издавала их, публиковала их, собирала их, хранила их, передавала их по наследству. Как первая церковь передавала их в виде символов веры и постановлений Вселенских соборов. Для того, чтобы мы на самом деле могли помочь нашим детям, нашим внукам, да в общем-то и нашим современникам противостоять тем лжеучениям, которые сегодня существуют. Очень важно, чтобы мы собирали все эти вещи и были вместе в этом отношении. Чтобы мы друг другу помогали и друг друга оттачивали. Ну и наконец, четвертый момент называется «Знать культа». В данном случае я не имею в виду, что мы должны проводить с вами день и ночь, 24 часа в сутки, 365 дней в году в изучении культовой литературы, забыв про Библию и про все остальное. Но я имею в виду, что каждый из нас должен хотя бы представлять себе заранее, что это за люди, с кем мы имеем дело, кто ходит вокруг, чему они учат, чем они живут. Для того, чтобы в нужный момент нам не оказаться безоружными. К сожалению, эти люди используют христианскую терминологию. Они одеваются, как мы, они говорят, как мы. Они вообще очень похожи на нас. И Библия у них в руках часто та же самая, что у нас. Людям очень легко перепутать нас с ними. У меня был в жизни один случай такой, когда молодые ребята из Москвы приехали к нам в мой родной город Выборг, чтобы там проповедовать на улицах. И среди них был один человек, который никогда с мормонами не общался, но хотел познакомиться. Он узнал, что я с мормонами как раз в то время общался, благовествовал им. Он хотел пойти со мной. И я на следующий день притащил с собой несколько книжек, чтобы ему объяснить, о чем идет речь. Он говорит, а я уже вчера вечером с ними встретился. Я говорю, ну и как, вывод-то какой? Он говорит, они христиане, нормальные, замечательные люди. И я чуть не осел, потому что на самом деле между христианским и мормонским учением мормонским есть разница совершенно невероятна. Я просто взял книжку, которая на русском языке у них издана, до сих пор она есть, называется «Основа Евангелия». И мы просто вместе с ним почитали некоторые моменты оттуда. И у него буквально минут через 20 вот такие вот глаза были. Потому что мормоны при первой встрече никогда не говорят людям о массе вещей, которые абсолютно не христианские в их учениях. Но принять их при первом разговоре за христиан очень просто. Именно в этом отношении очень важно, чтобы мы знали, кто эти люди, чего они хотят, чем им помочь. В самом начале моего служения был такой момент, когда мормоны строили в городе Выборге первую свою церковь в России. И по случаю этого события их пригласили на местное радио, где они должны были объяснить, почему они хотят ее построить. И пригласили христиан, некоторых меня в том числе, чтобы объяснить, почему мы не хотим, чтобы они построили это радио. Я до сих пор помню, как начиналось выступление президента местной организации мормонов Андрея Семенова. Первая фраза, которую он произнес, звучала таким образом. Мы верим в Отца, Сына и Святого Духа, мы тоже христиане. Он забыл сказать о том, что Бог когда-то был человеком, таким же, как и мы, и сейчас является человеком на небесах. Он забыл сказать о том, что троица для мормонов-то три разных бога, и помимо них существуют еще миллиарды других богов, которым они просто не поклоняются. Он не говорил о том, что каждый мормон тоже однажды станет богом, потому что они к этому стремятся. Он просто сказал, что мы верим в Отца, Сына и Святого Духа, мы христиане. И он не соврал ни в одном слое, ну, в заключении того, что они христиане. Когда они говорят такие слова, и мы принимаем за чистую монету, мы можем принять за христиан тех людей, которыми не являются. Нам очень важно быть деятельными в этом отношении, нам очень важно знать те, с кем мы сталкиваемся. Вот именно в этом стоит задача служения, в котором я работаю. Мы даем людям вот эти вот основополагающие знания, чтобы они знали, с кем и каким образом предстоит столкнуться. Нам необходимо всем хотя бы прочитать заранее одну-две книжки общих, хотя бы царство культов Ултера Мартона, чтобы иметь некое общее представление о тех опасностях, которые нас ожидают. И тогда, если Господь даст, милости к нам будет, мы в нужный момент будем готовы и найдем, что сказать тому человеку, который придет к нам, к нашим дверям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok